Добрый день! 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 Добрый вечер, Александр! Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие телезрители! Александр, я должна признаться нашим телезрителям, что вы живете и работаете в Москве, коренной москвич. Тем не менее, вы сегодня в Махачкале и здесь проходит ваша первая выставка, с чем мы от души вас поздравляем от имени всех наших телезрителей. Спасибо! Добрый вечер! Первый вопрос у меня возникает, который на поверхности лежит. Почему на Махачкале ваша выставка проходит? Вы знаете, отвечая на этот вопрос, я скажу, что наша выставка подтвердила теорию шести рукопожатий. Теория говорит о том, что если ты хочешь получить какое-то желание, какое-то событие, то через шесть рукопожатий ты можешь к цели прийти. И получилось так, что я хотел очень давно сделать выставку, и друзья, оказывается, знают друзей, а друзья знают еще раз друзей, и мы пришли к вам. И так появился Дагестан и Махачкала. И получилось даже не шесть рукопожатий, а всего лишь три. Но это вот здорово, это подтверждает работающую систему. В театре поэзии, когда организовывали вашу выставку, назвали эту выставку фото-поэзия, да? Да. И вот надо сказать о том, что здесь не только ваши фотографии выставлены, но и выставлены ваши стихи. Мне бы хотелось узнать, что было прежде, слово или картинка? Ну, если посмотреть в глубь себя, то появилась первая картинка. Рисовать фотоаппаратом я начал, наверное, в 10-11 лет. Я называю именно рисовать фотоаппаратом, поскольку я никогда не работал ни специально корреспондентом, ни репортером, такого не было. И те снимки, которые у меня получались, это были, с одной стороны, технически они были выполнены и выдержаны и нормальные. И они воспринимались хорошо. Но я их никогда не воспринимал, как какой-то репортаж. И это воспринимал, как окружающий мир. И я делился тем, что у меня получилось с друзьями. Сначала это были, собственно, фотокарточки, которые печатались на черно-белой бумагой. И это было отдельное действие, когда ты вечером настраиваешь все оборудование, разводишь растворы и дальше печатаешь. Сам процесс такой был интересный. Это все заворажило. Это прекрасный цвет. Ты наблюдаешь, как проявляются на бумаге контуры. И главное, вот здесь уже было сообразить, как держать, как вынимать. Это была одна история. А затем, по прошествии, наверное, лет десяти, когда уже я заканчивал школу, у меня возникла потребность как раз выражать свои мысли не только на бумаге, как в качестве прозы, но и писать стихи. И получилось это, опять-таки, не сразу. Получилось так, что у нас в школе был кружок поэзии, и мы встречались с друзьями, обменивались нашим восприятием как раз поэтической стороны жизни, начиная от Пушкина, Боротынского, заканчивая, или даже продолжая через Лермонтова, Кундельштама и Бродскому. И весь пласт вот этой поэзии, он через меня в том числе точно так же просочился, я так это могу назвать. Я не могу сказать, что я очень многое запомнил наизусть, но вот ощущение того, как относиться к жизни, оно точно засело. И сам я начал писать стихи уже, когда сложил срочную, было же мне два-двадцать лет. И долгое время стихи и фотографии, они жили отдельно. Никак не соприкасались. Никак не соприкасались. Совершенно. Как каждый жил в своей плоскости, они были параллельные. И, наверное, года, может быть, полтора назад, а может быть, и того меньше, у меня действительно возникла потребность объединить эти два моих… Любимых дела, да? …не знаю как… …направления… …два моих любимых дела. …объединить их в одно. И для меня получилось так, что стихи, они являются непосредственно продолжением картины, картинки, которая получается… То есть это всё-таки мировоззрение, мироощущение, да? Да. Из всего, что я представил на выставке и то, что лежит дома в заготовках, нет такого, что сначала были написаны стихи, а потом под них подобрана фотография. Первичная оказывается фотография. Именно фотография меня тянет и вдохновляет на то, чтобы я к ней написал строки. Это вот… Всё-таки картинка была, да? Ну, чисто какой-то мужской такой подход, да? Мужчина любит вот видеть, да? Глазами. Да, да. Вы правы здесь. Да. Потому что, на самом деле, говорят о том, что 50% информации мы получаем именно через, ну, видение, да? Согласен. Да. А тогда, когда ещё подключается внутреннее видение ко всему этому, то получается произведение искусства. Вы знаете, здесь срабатывает, ну, такая… такой механизм, как я для себя называю интуиция. Не каждой фотографией я пишу текст. И получается так, что иногда, независимо от того, что происходит вокруг, это может быть и стрессованная какая-то ситуация, это может быть, наоборот, отдых и не стресс, но я открываю либо компьютер, либо начинаю просто просматривать уже отпечатанные снимки и выбираю какую-то серию. И эта серия меня дальше вдохновляет на то, что нужно сделать. И здесь ключевое слово как раз получается «нужно». Потому что, с одной стороны, у меня нет никакой творческой, творческого задания. Это, собственно, я и ещё раз я, но, с другой стороны, тот, которому что-то не хватает. А почему ты вспомнила о Мате Терезе, которая говорила, в конце концов, это вот нужно только вам и Богу? Вы знаете, да. Вот ключевой ответ на этот вопрос в том, что есть что-то или кто-то, кто меня подталкивает к созданию произведения. Я очень аккуратно отношусь к произведению искусства, поскольку я не могу сам про себя так сказать. И мне здесь очень важно увидеть реакцию зрителя, то есть как зритель это воспринимает. С одной стороны. А с другой стороны, я понимаю, что то, что я делаю, оно не может быть не принято. Вопрос в том, в каком состоянии зритель на это смотрит и насколько он резонирует с тем, что он видит и то, что он читает. Ну вот интересно, вы сказали, оно не может быть не принято. Почему, Александр, вот такое ощущение? Оно очень правильное, просто мне хочется ещё глубже вот заглянуть, откуда возникает это ощущение. Потому что это, в принципе, с одной стороны, это личное дело, да, заниматься литературой или фотоделом, а с другой стороны, когда это ты выносишь на суд зрителя или слушателя, или читателя, то это уже получается, ну, не совсем личное дело. Вы знаете, здесь я задавал себе точно так же этот вопрос, вот, что такое, для чего мне это нужно. И я могу сказать, что для меня это как вот жизнь в потоке. На каком-то этапе я просто не чувствовал. Ну, первое. Просто делал, да? Просто делал. И делал и фотографии, где-то писал стихи, там, ходил на работу, воспитывал ребёнка. Ну, жил какой-то вот этой жизнью. И, на принципе, на этапе случилось, я начал ощущать потребность не только сложить фотографии и стихи, но и поделиться, поделиться со зрителем. И я был готов к любой реакции. примут, не примут. Но для меня было основным движущим мотивом то, что мне было важно эту реакцию получить. И мне трудно даже сказать, вот, почему я уверенно двигался к тому, что люди будут на это смотреть, но оно вот сложилось. Было такое ощущение? Да. Вы знаете, вот, действительно, было ощущение. И, я вот повторюсь, было такое ощущение, что какая-то вот, либо третья сила, либо, вы знаете, как бывает, и в горах, наверное, с этим сталкиваешься. Ты идешь по тропе среди камней или деревьев, вот, устаешь безумно, вот, как-то, ну, все тяжко и нудно. И вдруг ты, ну, хочется все там бросить, вот, вернуться и вообще больше не лезть в эти горы несчастные. Вот. Но ты делаешь шаг и видишь какой-то вот, например, маленький родник, который стекает. И вот вместе с ним ты чувствуешь, что это поток вот свежести, поток энергии. И подходя к нему, ты умываешься и понимаешь, что это твое, вот, и ты идешь дальше. Так же и здесь. Вот получилось так, что я почувствовал какой-то поток, который меня просто дальше начал вести, вот, и я понял, что, а поделиться надо. Надо поделиться, и ты поймешь, вот, как люди к этому относятся, и, вот. Ощущение себя в гармонии с тем, кто ты есть, с тем, где ты есть. Да. Возможно, это покажется, с одной стороны, излишне амбициозно, а с другой стороны, а если не пытаться это показать, ну, ты никогда это и не сделаешь. Ну, и здесь нужен баланс какой-то. Здесь как раз нужно иметь определенную смелость, понять, что то, что через тебя идет, оно может быть людям интересно. Если ты получишь реакцию обратную, ну, да, такое тоже может быть. Но, как раз смелость творца, она заключается в том, чтобы выставить свое творение на суд общественности и дальше получить вот эту обратную реакцию. И как раз я благодарен и судьбе, и вам вот за то, что у меня такая возможность появилась. И мы вам благодарны, Александр, потому что работы действительно интересные. И я бы даже хотела предложить нашим телезрителям некоторый экскурс, да, вот экспозицию. Да, конечно. Чтобы мы не посмотрели. Да. Я вижу мир перед собой. Он синий, желтый, золотой. Он очень и очень разный и потому прекрасный. Я вижу мир перед собой. Он в дымке солнца. Он живой. Я вижу мир. Я слышу звук. А звук усторит сердце стук. Я вижу мир. Я в нем живу. Не сказка. Это наяву. Вот чудный пляж. Вот дивный лес. Вот берег моря. Воды срез. Вот запах лета. Солнца луч. И нет уж рядом темных туч. Стихия ждет. И если вдруг она закроет солнце. В тумане. Вгле. В среде ночи маяк возникнет. Не кричи. Увидишь свет. Услышишь звук. И ты спасен. И мысли вдруг тебя подержат изнутри. Прохлада. Что ни говори. Я вижу мир перед собой. Он разноцветный. Он живой. В основе проекта «Я вижу мир перед собой» лежит идея показать. Именно показать впечатление. То эмоциональное состояние, которое испытывал автор, выхватив из повседневной жизни ее кусочек. Зачастую ты можешь просто показать напечатанную фотографию. Сделать работу. Повесить ее на стену. Пригласить гостей. И снова показать. Ты можешь поместить работу в социальные сети. Написать комментарии. И наблюдать за реакцией. Все это возможно. А можно попробовать сделать еще один шаг. На мой взгляд, сочетание слова и фотографий могут передать еще больше, чем просто одно слово. Или их художественная комбинация. Или чем просто оформленная в раму фотография. Под пение сверчков я засыпаю, а мысли пляшут где-то в голове. Да, самая тяжелая дорога не в гору, а по прямой к себе. Я научился быстро отключаться, а после сны неведомые мне они по каплям убирают мусор с дороги, что ведет меня к себе. Я думаю. Я существую. Значит. И мысли вдруг сложились в голове. Я снова стал писать. Я снова зрячий. В дороге, что ведет меня к себе. Не стало лучше видно, как случится. И это никогда не во сне. Доверие судьбе и с Богом вместе. В дороге, что ведет меня к себе. Уважаемые телезрители, мы прервемся на короткую рекламу. После рекламы мы обязательно продолжим нашу беседу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Александр, вот Хаджимураз Зургалов был здесь, наш фотохудожник, на выставке. Он сказал о том, что это фотохудожник 21 века. Это чувствуется по вашим фотографиям, по вашим работам. Это 21 век. 21 век, да? Я как только оттуда вышел, я ей сказал, он фото поэт. Фото поэт. Фотография и стих. Сегодня люди смотрят у нас. Люди смотрят, но не видят люди. А здесь подсказку дают. Еще более подчеркнуто дают еще стихи. Подход правильный. Очень бы хотелось. Я думаю, что Александр по Дагестану будет идти. Я думаю, через Москву глазами Александра дагестанцы по-другому будут мыслить. Ну, шикарные работы, необычные, великолепные. Многие из них выполнены в одном ключе. Для меня дагестанцы, конечно, каждая работа как бы в чем-то непривычная. Ну, сам объект. Но жалко, что не указан, где какой снимок сделанный. Прекрасные работы, они очень, с точки зрения искусства, они выполнены грамотно. Особенно построение кадра, равновесие в кадре. Вот. Ну, автору, ну, удалось, что он хотел показать. Он сумел это сделать. И работы очень хорошие. Мы выживем с семьей в Подмосковье. И, да, каждый день на работу, с работой, на работу, с работой. И настолько все примелькалось, ну, какое-то вот однообразие. И я проезжал и обратил внимание, у нас стоит указатель на храм Федора Едесского. Он где-то в стороне находится, там, 3 километра от основной трассы. И я никогда там не был. И буквально там полгода назад решил заехать и посмотреть, что это такое. И был просто поражен красотой этого храма. Он построен в 2005 году, но он исключительно деревянный. Он исключительно деревянный. Без единого гвоздя, да? Может, гвозди и есть? Возможно. Возможно, они там есть, но они не видны. Сруб, да? Да. Сруб – это храм. Там действительно он такой именно деревенский, деревенский. Службы в нем проходят. И когда я зашел вовнутрь, я почувствовал именно вот такое величественное ощущение в нем, которое даже, может быть, и в других местах я не мог настолько понять и ощутить. И я вот об этом говорю к тому, что у нас вот эти вот впечатления, за которыми мы часто ездим куда-то и пытаемся вот их привезти обратно, они на самом деле лежат рядом с нами. Вопрос в том, чтобы мы просто их увидели и постарались прочувствовать. А я вот по поводу все-таки поездок тоже хотела. Знаете, почему спросить? Мне вот почему-то оказалось, что, ну, есть какие-то места силы и в других местах, да, география. Она действительно от себя не убежишь. И куда бы мы ни поехали, это все равно мы. Тем не менее, вот что-то потрясло. Были какие-то такие яркие впечатления, которые самые-ну самые-самые. Где-то в какой-то из стран, где вы были. Ну, вы знаете, здесь, если вот к этому вернуться еще раз, я думаю, это как раз Россия и Байкал. Это было самое сильное, да? Да, это самое сильное место. Особенно вот та его точка, где ангара вытекает из Байкала. Это, с одной стороны, ты видишь величественное озеро, а с другой стороны, ты понимаешь, что оно дает дальше какую-то свою частичку. Вот и уже люди пьют эту воду, пользуются ею, получают энергию вот от этого великого озера. Если говорить о впечатлениях, вы вот были в Дербенте. Это самый древний город России. Были какие-то те самые впечатления, за которыми вы туда ехали? Или он как-то вас разочаровал? Вы каким-то другим его представляли? Ну, вы знаете, я его, наверное, представлял таким же. Я его представлял как раз город на берегу Каспийского моря. Возможно, я сейчас начну путать, но у меня какие-то были ассоциации, аналогии с белым солнцем в пустыне. Не, вы не путайте. Это происходило здесь. Не совсем там. У нас есть сороком, называется бархан песчаный. Ну, посередине гор, в общем, ничто не предвещало. В Канаде, я знаю, есть такое же, еще где-то в мире, больше нигде, и в Дагестане. Да, да, да. И там как раз таки снимали это белое солнце в пустыне. Я читал несколько как раз интервью и статьи о том, как снимали белое солнце. И, собственно, вот поэтому впечатление о Дербенте, оно было близкое. И мне поразило, что город живой, живой город, да, он сохраняет на себе вот хороший такой вот плапласт и исторический, и в то же время есть современная часть, и вот чувствуется жизнь. И я вот об этом про впечатление с этой стороны. И меня, конечно, потрясла крепость, крепость, да. Она потрясла не столько и не столько с тем, вот как она сделана, вот. А меня потрясло то, что безумное количество лет назад это было как раз вот водоразделом, водоразделом, который древние римляне пытались установить границу с севера и юга. Да, и я понимаю, что вот такое вот величинное событие, оно вот, оно здесь, я перед ним стою, и я прикоснулся к истории. Александр, вот, ну, вы фотографировали в Дербенте, и нам ожидать еще одной выставки по следам поездки в Дагестан? Ну, конечно, конечно. Я хочу проанализировать то, что у меня получилось. Вот, поскольку не может ничего не получиться, я, конечно, опять повторюсь, говорю немножко амбициозно, но в то же самое время я понимаю, что вот двигаясь в этом потоке, у меня есть какая-то потребность, есть потребность делиться. И я очень как раз вот хочу вот вернуться домой, посмотреть то, что получилось, вот, и подготовить следующий шаг. Ну, почему-то опять вспомнила Кастанеду, которая говорила о том, что когда человек что-то делает, у него обязательно получается, это надо делать просто. Поэтому это не амбициозно, а просто это такая внутренняя собранность, я думаю. И в религии нашей есть такое выражение, главное выразить намерение. Согласен с вами. Да, и когда мы выражаем намерение, то у нас все как бы складывается. У меня складывается действительно такое впечатление, Александр, что вы человек очень образованный, и живете такой глубокой внутренней жизнью, и с этим непосредственно связано и то, что вы пишете. Татьяна Павловна Петенина говорила о том, что это космические слова, это связь с космосом, это не просто он пишет. В общем, очень хорошая оценка была нашего искусствоведа, ваших работ. И я к чему веду разговор, вот у вас наверняка есть своя философия жизни, и мне бы хотелось, чтобы вы немного поделились нашими телезрителями, чем вы руководствуетесь, и каков он ваш путь, если можно, конечно, об этом говорить. Об этом говорить можно, и я какие-то последние годы размышлял как раз о том, что мною движет по жизни, и какая философия. А философия в том, что мне хочется сделать так, чтобы люди увидели красоту и гармонию этого мира, вот действительно его видели. Я не говорю о том, что люди этого не видят, но зачастую люди приходят на выставки или посещают, например, театры, побывали, вышли и забыли об этом. А мне очень-очень хочется, чтобы люди постоянно помнили об этом и чувствовали это. И как следующий ход после как раз осознания того, что мир красив и гармоничен, в том, что человек счастлив. И здесь можно говорить о том, что такое счастье для каждого человека. И оно не как у Толстого, когда все счастливые семьи одинаковы, а каждый несчастлив по-своему. Я как раз вот здесь говорю обратную фразу о том, что... Каждый по-своему счастлив, да? Да, каждый счастлив по-своему. И здесь как раз вот мною движет по жизни то, что, как в притче Соломона, я стараюсь вот быть осознающим, быть открытым, прощать, радоваться жизни. И хочу делиться этим с окружающими. И вот здесь, собственно, как раз моя философия заключается. Александр, вот вы рассказывали про страну, это Тибет, в смысле, на границе Индии, Тибета, Китая. Да, находится она на Тибете как раз, вот там очень закрытая страна. Это королевство, да? Да, это монархия, конечно. В общем, у них есть удивительное такое красивое выражение. По вашему совету я обратилась и прочитала некоторую информацию. Вот они действительно очень закрыты, и с некоторых пор они принимают гостей, туристов. И у них такая философия путешествия. Они своим путешественникам, туристам говорят. Единственное, что вы можете отсюда забрать, это ваше впечатление в фотографиях. И единственное, что вы можете здесь оставить, это следы ваших ног. Вот, очень красивая философия. И я, вот еще у меня такой вот вопрос возник, вот по поводу счастья. Вот у них, по-моему, да? Вот вы даже лучше расскажете. Индекс счастья или как они пытаются? Мне в свое время поразило то, что в своей другой жизни я еще юрист, корпоративный юрист. И сталкивался с финансами плотно. Вроде совершенно другая страна. Да, совершенно другая страна. Но тоже энергия. Да. И я столкнулся с тем, что Бутан – это единственная страна, где нет четко выраженное измерение экономики по ВВП, а есть как раз измерение экономики по критерию счастья. Это у них называется валовый, национальный валовый счастье, по-моему. Даже не продукт, а счастье. Вместо продукта они… Да, и есть даже целый департамент счастья, которое… Это на полном серьезе. Да. Ну, по крайней мере, как они это пишут. Да. Я, к сожалению… В этой стране не был. Я, к сожалению, там не был, я хочу там побывать. И этот критерий базируется на том, как люди воспринимают свою жизнь, насколько они довольны и удовлетворены тем, как они живут. В этой стране. Да, в этой стране. Речь идет именно как раз вот о гражданах. Это вот такая политика государственного уровня, чтобы человек себя чувствовал комфортно и счастливым в этой стране. Да, чтобы он получал от жизни удовольствие, чтобы он был удовлетворен тем, как он живет. И я, когда вот первый раз с этой информацией познакомился, я задумался, а может быть, в этом как раз и заключается сверхмежная правда жизни. На самом, по большому счету, если размышлять об этом, потому что они на самом деле следят за том, чтобы была какая-то социальная справедливость в их стране. Короля заботит положение его подданных. Даже он где-то в каком-то городе или где-то были какие-то проблемы, он, оказывается, решил их, обратил внимание. То есть это не просто декларирование. Да, да, это действительно так оно и есть. Это практика. Я себе задавал неоднократно вопрос, насколько это, скажем, правило или метод можно применить. И, к сожалению, я понимаю, что, может быть, и как раз счастье будет оно в том, что это закрытая страна, находящаяся в горах, на которую не успел обрушиться весь поток глобализации, глобализации, глобализации. Я пытался представить, выделить какую-то из других экономически развитых стран и попробовать в своей фантазии придумать, а как этот индекс сделать. Я для себя понимаю, что это реально тяжко, и, возможно, здесь как раз дорога, она другая, она не силовая где-то сверху придумать и внедрить, а, возможно, это как раз вопрос середины. То есть, когда нет какого-то вот нажала на кнопку и получила результат, когда есть какой-то именно процесс обсуждения, выработки интересных и понятных критериев и принципов, и затем уже дальнейшее внедрение их на практику. Как-то вот так. Было бы интересно это применить к России, к Дагестану в частности, потому что Дагестан тоже в свое время, очень долгое время так и жил, хотя были, ну, воины были захватнические. Всех привлекал почему-то Дагестан, ну, понятное дело, почему, вот если бы могли закрыться и спрятаться, но... Ну, я думаю, знаете, нет ничего невозможного. Вопрос в том, каким ресурсом подойти к решению этого вопроса и какая будет за задача стоять. И, на мой взгляд, даже если только думать об этом, что есть как раз критерий вот этого счастья, он, возможно, будет помогать системе двигаться в ту сторону, где люди будут ощущать себя счастливыми, удовлетворенными. Так что даже одно понимание тоже хорошо на первом этапе. В принципе, нет ничего невозможного, да, закон космоса гласит о том, что все, что ты можешь представить, ты можешь построить. Ну, вот у меня такой вопрос, что для вас вдохновение, это уже традиционный вопрос нашей программы. И потом вы скажете свои пожелания нашим всем зрителям. Ну, для меня вдохновение, это такое состояние наивысшего потока, когда я понимаю, что не делать я не могу. Вот вдохновение, это именно тот момент, когда я получаю такой, ну, какой-то вот толчок там, трудно сказать откуда, со спины, с груди, или вот все вместе и разом. Ну, вот у меня возникает такое чувство, что становится легче дышать, становится как-то просто невозможно остановиться и не делать. И я сейчас говорю как раз вот с разных составляющих, начиная от ощущений в теле, заканчивая просто невозможностью сидеть на месте. Но для меня вдохновение, это как раз желание творить, желание сделать что-то новое, и когда уже не можешь остановиться. Хорошо, Александр. Ну, в общем, у меня полное ощущение того, что я благодарна вам за беседу, очень благодарна, что я пообщалась с человеком. Действительно очень много общего и действительно очень много интересного от вас я лично узнала. Спасибо большое. И я очень надеюсь, что наши телезрители тоже. Спасибо большое. А телезрителям я желаю прислушиваться к своей интуиции, не ограничивать себя в проявлении творческих способностей и любить себя, любить близких. Удачи вам. Ну что ж, дорогие телезрители, на этом наша программа подошла к концу. Я благодарю всех вас за внимание. Ещё раз напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Александр Калганов, фотохудожник, поэт. Всего вам всем доброго и до новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»